Одна из главных и наболевших проблем на устах у всех Каспичан – качество питьевой воды. Обильные дожди еще в середине ноября привели к экологической катастрофе и обнажили давнюю проблему с водоочистными сооружениями в республике. Но давайте обо всем по порядку. Исполняющий директор МУП «Водоканала» Магомед Гаджи Шапиев рассказал нам о том, в каком состоянии на сегодняшний день находится качество питьевой воды. На сегодняшний день вода в городе по всем анализам и лабораторным показателям у нас выходит в пределах норматива. Была мутность, превышала почти 10-20-кратно. Сегодня у нас мутность воды показывает 2,5 при норме 2,6. Вода пригодна ли к питью? Вода по показателям пригодна к питью, но желательно ее пить кипяченой до заключения санитарного врача, главного санитарного врача. Они должны нам дать заключение. Мы не можем давать объявление без заключения санитарного врача. В лабораториях ежедневно проводится мониторинг качества воды. Бактериологическое и химическое исследования показывают удивительные данные. На сегодняшний день качество воды лучше, чем за последние 10 лет. Такой результат достигнут благодаря проведенному объему работы. Для того, чтобы воду подвести к нормативу, была проделана очень большая работа. Совместно с администрацией города Каспийск, совместно с общественниками, совместно с Роспотребнадзором мы проделали очень большую работу. Сообщали друг к другу, выезжали, дезинфицировали трубы, где загрязнение превышало отдельно районы, проводили дезинфекции. Потом прочистили все фильтры, поменяли составляющие фильтров очистных сооружений. Все стоки, которые попадали в коры, мы силами администрации и водоканала ликвидировали. Песок, кварцевые фильтры, антрациды, все поменяли систему, промыли полностью очистных сооружений. Там сделали кое-какие усиленные переделки, пригласили лабораторию из России, лаборантов, для более лучшей подборки формулы, добавки реагентов, которые могут больше эффект дать при таком загрязнении воды. Единственным источником водоснабжения города Каспийска является озеро Рыбье. Наша съемочная группа посетила водоочистные сооружения, чтобы наглядно осмотреть всю ситуацию. Это у нас с правой стороны озеро Рыбье называется, куда с канала Октябрьской революции попадает вода. Это единственный водоисточник, отсюда попадает вода и в город Избирбаш, и в город Каспийск. После чего, вот на сегодня картину вы видите, вода уже чистая, до очистки эта вода. С левой стороны у нас это приемный ковш, отсюда внизу стоят три трубы, это называется САС первого подъема. Через САС первого подъема они попадают на фильтра, очищаются, полная очистка проходит, и в дальнейшем она подается второго, третьего подъема в город Каспийск. По двум обводным линиям. На сегодняшний день ситуация, уровень воды в озере 2 метра, мутность в озере 15, на выходе с очистных сооружений 2 и 3. А вот и основной зал, где происходит фильтрация воды. О том, как и какими способами она осуществляется, нам рассказал начальник участка водоочистных сооружений Ахмед Рамазанов. Там идет целый процесс фильтрации, начинается выбирать на озере, с озера смесители, камеры реакции, оскольники, и в последнюю очередь поступает вода на фильтры. Первичное холорирование идет, когулирование идет, потом идет вода поступает на фильтры. Вот вы видите, лотки, через лотковь переливается вода туда, а там у нас три фракции шибенки идет, кварцевый песок идет, фильтруется и уходит на резервуар. До резервуара идет вторичное холорирование. Резервуар чистой воды, уже поступает туда чистая питьевая вода, холорирование, когулированная вода. Глава Каспийска Борис Гонцов неоднократно посещал очистные сооружения и лично следил за проводимой работой. Очень большой вклад сделал новый глава города Борис Иванович, для того, чтобы мы вышли в норматив. Он выезжал сам лично в сапогах, ходил по всей территории Кура, обследовал вместе с работниками водоканала. Чуть ли там неделю, не два, три раза он выезжал. Сам лично сопровождал, как говорится, эту операцию. И вот сегодня есть результат. Но так в чем же основная причина загрязнения воды? Есть у нас водоисточник, называется канал Октябрьской революции, который проходит от Кизельюрта до Манаса. У нас водозабор происходит из этого канала Октябрьской революции. Он проходит открытым способом, у него нет санитарно-охранной зоны. И когда бывают осадки, дожди, очень много загрязненных стоков попадает также по территории Махачкалы, потом Парау, вот эти со всех гор, которые идут со свалок, все стоки попадают в этот кор. И очень сильно органика повышается этой воды, цвет даже воды меняется. Выпадало сутки, месячная норма осадков выпала. Из-за этого кор переливался, когда поехали туда, нашли открытый шлюз. И это все, все это загрязнение попадало к нам в озеро. И произошел очень большой сброс грязной воды. И из-за этого долгое время надо было полностью промыть это озеро, надо было профильтровать. Эту воду надо было прогнать, целое озеро, там 800 тысяч кубов. На протяжении всего сложного периода МЧС Республики и Управление по делам ГУЧС города ежедневно обеспечивали чистой водой горожан, дошкольные и школьные общеобразовательные учреждения. Три спецмашины по две смены в сутки развозили воду по различным частям города. Автоцистерны с водой приезжали в Каспийск, Искоробдахкента и других городов. Нам помогал воду развозить общественные организации, потом частные лица. Очень большой, даже практически 70% работы это город, общественники. Волонтеры, депутаты городского собрания, потом сама администрация, руководители предприятий. Все вот деньги скидывали, нанимали КАМАЗы, кто сам мог. Есть у нас такой товарищ наш, близкий тоже достали. Очень большую работу проделал он, его друзья, ребята, которые не захотели, чтобы их показали. Но в лице этих ребят он сделал потом экополис. Некоторые управляющие компании своими силами в зоне обслуживания своих домов подвозили воду. Своё мнение по поводу качества воды высказывают и жители нашего города, обеспокоенные сложившейся ситуацией. Не пробовали кипятить? Кипятить только вчера кипятило. Я же говорю, до сих пор вот такая вода была. Но немножко запах всё равно есть. Запах? Да, всё равно есть. Хотела бы как раньше, чтобы чище было, почище было. А помутно? Чище стало. Мутно лучше стало. Ой, сынок, какая вода, если одну грязь пьём? Ну сейчас, да, немножко чистая вода, но она с запахом. Запах сохраняется? Запах сохраняется, да. А постоянно покупаем эти бутылки, мы пенсионеры. Откуда у нас возможность так? Прошлую пятницу, возле площади фура стояла, вот, там они раздавали ребят, дай бог им здоровья. Вот там набрали по четыре баклажки, пока вот этой пользуемся. А кончится, придётся покупать. Ну так сейчас чисто идёт, но отвратительный запах. Огромная работа будет проделана по модернизации водоочистных сооружений. Уже разработано 10 программ на 11 миллиардов рублей. По модернизации, по водоотведению, по водоснабжению, по запуску новых очистных сооружений, там углубление озера, санитарные зоны, потом предусмотреть альтернативный водоисточник для Каспийска, если вдруг с озёрами какие-то проблемы. Очень большое. Вот здесь всё расписано у нас. Вот карта, вот озеро Рыбье. И на первом этапе у нас сегодня уже мы сдали проектные задания для модернизации полностью очистных сооружений. И вторая очередь у нас есть незавершённая строительство очистных там. Для завершения второй очереди очистных сооружений и для модернизации насосных станций мы подготовили проектные задания. Сдали документы сейчас на согласование главы архитектуры, потом они пойдут в Минстрой и нас включат в марте месяце в Рыбье на проектирование. Как уже было вышеупомянуто, пить воду из-под крана пока не рекомендуется. Возможно, уже через несколько дней Роспотребнадзор выступит с новым заявлением о качестве воды. Мы следим за развитием событий и будем держать вас в курсе всех новостей. А пока каждый из вас может оставить свой комментарий и рассказать нам, в каких участках города всё ещё остаются проблемы с качеством питьевой воды.